всем привет в этом видео мы с вами будем шить топ с оборкой для девочки данное видео это видео инструкция к выкройке для журнала я шью для 2 детского номера выкройка топа состоит из трех деталей первая эта деталь переда вторая это спинка и деталь для оборки свой топ я буду шить из кулирки сто процентов хлопок также подойдет кулирка с лайкрой и интерлок выкраиваем все детали передняя часть одна деталь со сгибом спинка одна деталь со сгибом выкройка дана без припусков на швы поэтому прикрой нам нужно и добавить по боковому и плечевому шву я добавила припуск по 0 7 сантиметра это у меня ширина верлочной строчки по низу для подгибки добавляем 2 сантиметра горловину и проймы будем окантовывать на распошивальной машине поэтому припуски с этих сторон не добавляем проймы и горловину буду окантовывать бейкой из мягкого тонкого кашкарсе также подойдет рябана с лайкрой но в принципе можно окантовать и из основного трикотажа если допустим это у вас кулирка с лайкрой сразу скажу из кулирки сто процентов хлопок бечка ложится плохо выкраиваем бейку шириной 4 сантиметра длина пока произвольно в процессе пошива лишнее будем обрезать и можно приступать к пошиву нашего топа берем деталь переда и спинки складываем детали лицом к лицу совмещая по плечевым срезом скалываем плечевые срезы булавками стачиваем их на оверлоке припуски на швы зовут уже на сторону переда после того как мы сначала плечевые срезы нам нужно с вами обработать горловину по горловине у нас будет оборка из этой же кулирки кстати выкроила я ее одну деталь со сгибом складываем ее пополам в длину таким образом и по короткому среду стачиваем на оверлоке припуск захутюжим на одну сторону по одной стороне получившейся детали для оборки делаем строчку на швейной машинке это прямая строчка на максимальной длине стежка и делаем сборку чтобы этот срез со сборкой был равен длине горловины на лицевую сторону топа складываем нашу оборку шов на оборке совместим с серединой горловины спинки а середину оборки совместим с серединой горловины переда прикалываем нашу оборку к горловине по всему периметру далее нам нужно измерить длину горловины для этого берем сантиметровую ленту ставим ленту на ребро и измеряем длину горловины получившуюся длину умножаем на 0,75 и это будет длина бейки для горловины бейку стачиваем в кольцо складывая деталь лицом вовнутрь и сейчас будем прикалывать бейку к нашей горловине складываем бейку с лицевой стороны то есть со стороны оборки вы можете бейку разделить на четыре равные части также на четыре равные части разделить горловину и затем приколоть бейку совмещая эти метки притачиваем бейку на оверлоке и получается сейчас мы с вами одной строчкой притачиваем бейку и сразу же оборку к горловине так как бейка у нас короче то мы ее растягиваем и равномерно распределяем между метками и в этом месте я хвостик обрезаю под корень но при этом конец строчки у меня заходит на начало примерно на полтора сантиметра припуск на шов я должна сейчас заутюжить на сторону бейки свободный край бейки отгибаем наизнанку таким вот образом чтобы ширина нашей окантовки получилось где-то чуть больше сантиметра и прикалываем вот этот свободный край бейки полностью по всей горловине ну и не забываем что бейка у нас была короче чем горловина поэтому ее нужно равномерно растягивать и распределять по всей горловине так как мы здесь окантуем горловину замкнутую в кольцо мы не можем окантовать через окантователь именно поэтому я сначала прокладываю строчку на оверлоке а уже потом буду отстрачивать на распашивальной машине и сейчас нам нужно горловину отстрочить на распашивальной машине узкой двухигольной строчкой прокладываем строчку на распашивальной машине левая крайняя игла проходит в одном миллиметре от шва со стороны бейки но не забываем что наша бейка была короче чем горловина поэтому вот эту окантовочку мы немножко растягиваем но растягиваем именно до ширины горловины стараемся саму горловину не растянуть иначе она у нас пойдет волнами и таким же образом как мы с вами только что окантовали горловину я окантовала проймы единственное что у нас получается здесь окантовка без оборки а просто обычный окантованный срез если за пределами распашивальной строчки выглядывает лишняя бейка то ее можно аккуратно подрезать ножницами но делаем это именно аккуратно чтобы не срезать сам шов распашивальной строчки иначе потом у строчку будет распускаться далее мы спинку и перед складываем лицом к лицу и совмещаем по боковым срезом закалываем боковые срезы булавками стачиваем на оверлоке хвостик от оверлочной строчки со стороны проймы прячем саму строчку с помощью большой иглы с большим ушком и нам останется только подшить низ на распашивальной машине и обработать ролевым швом край нашей оборки низ топа подгибаем на ширину припуска и отстрачиваем на распашивальной машине но уже широким двух игольным швом если у вас нет распашивальной машинки то вы можете это сделать на швейной машине используя двойную иглу но тогда предварительно край нужно будет обметать на оверлоке и и и и и Еще раз утюжим все швы и изделия в целом, и наш топ полностью готов. По вашему желанию, край оборки можно оставить необработанным, потому что кулирка 100% хлопок и кулирка с лайкрой, они не осыпаются по срезу. Но я сейчас все-таки пройдусь по краю оборки на оверлоке ролевым швом. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok